МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На плате поставили подписи представителей власти, профсоюзов и предпринимателей. Рязанскому историко-архитектурного музея 130 лет. Репортаж с юбилейного мероприятия. Здравствуй, елка, Новый год. Вырастут ли цены к праздничному столу? Мнение горожан. Ну а теперь обо всем подробнее. В четверг обильный снегопад буквально парализовал улицы Рязани. Такое снежное утро, безусловно, вызвало у многих горожан не только радость, связанную с приходом настоящей зимней погоды, ведь многие жители областного центра были вынуждены с трудом добираться до места работы. Тогда городские власти сообщали, что на улице выехало 19 единиц техники с песко-соляной смесью. Однако этого оказалось недостаточно. Работники коммунальных служб пообещали очистить проезжую часть от последствий снегопада ночью. С призывом не парковать машины на центральных улицах к автомобилистам обратился глава администрации Рязани Олег Булеков. Всю ночь будут работать коммунальные службы. И прежде всего мы, конечно, будем расчищать дороги, которые связаны с центральными улицами и улицами, по которым ходит общественный транспорт, для того, чтобы мы завтра не получили коллапса в городе. Снегопады, наши метеослужбы говорят о том, что они будут продолжаться. Поэтому все коммунальные службы и администрации города будут работать сегодня и в следующие дни в круглосуточном режиме, для того, чтобы максимально обеспечить и максимально потестить наш город. На этой неделе, в четверг, в здании правительства Рязанской области прошла церемония подписания сразу двух социально значимых соглашений. Это ставшие уже традиционными соглашениями между органами региональной власти, профсоюзами и предпринимателями. Предлагаю приступить к подписанию регионального соглашения о минимальной заработной плате в Рязанской области в 2015 год. Тройственное соглашение между работодателями, профсоюзами и органами исполнительной власти подписано сроком на три года с 2015 до 2017 года. Особое внимание в документе уделено вопросам социально-экономического развития. В соглашение также включен новый раздел по трудоустройству молодежи. Соглашение предусматривает принятие мер для роста средней заработной платы в регионе, обеспечивая ее своевременной оплатой, выплатой, и мероприятия по улучшению условий и охране труда. Важное внимание уделено реализации майских указов президента Российской Федерации, вопросам привлечения иностранной рабочей силы, а также профессиональной самореализации молодежи, чего ранее не было в наших соглашениях. Достойный заработок и улучшение условий труда способствует росту социального благополучия жителей региона. Помимо этого, сегодня было подписано соглашение и о минимальном размере оплаты труда работающих граждан в Рязанском регионе. Соглашение о минимальной заработной плате в регионе – это еще один не менее значимый документ, который мы подписываем ежегодно. Он предусматривает возможность устанавливать в регионе размер минимальной заработной платы, превышающей параметры, определенные федеральным законом. На 2015 год предлагается установить минимальную зарплату работников вне бюджетного сектора экономики в размере 7 тысяч рублей. Это больше мрот по Российской Федерации на 1035 рублей. Мера коснется всех отраслей экономики. Для работников государственных и муниципальных учреждений соглашением предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда с 1 июля 2015 года до 6100 рублей. Глава Рязанских профсоюзов Леонид Фролов отметил, что соглашение – это выверенный документ, который учитывает интересы всех сторон. Думаю, что во многом он поможет нам, во-первых, пережить то непростое время, в которое мы вступаем в Новом году и послужит своеобразным импульсом для дальнейшего развития экономики, улучшения жизни наших людей. Что касается соглашения по минимальной заработной плате, то я думаю, что этот документ, который довольно-таки долго вырабатывался и получил свое воплощение в том виде, в котором мы подписывать будем, это максимально возможное из того, что объективно есть с точки зрения возможностей, финансовых возможностей в регионе. В целом, по мнению собравшихся, подписанные сегодня соглашения позволяют конструктивно построить совместную работу между властью, бизнесом и обществом. Осталось всего недели до наступления Нового года. Впрочем, новогодние рождественские праздники дарят горожанам не только веселое настроение, но и прибавляют тревог. Одна из них – это традиционный рост цен в магазинах. Некоторое повышение стало заметно уже сейчас. Мы решили выяснить мнение горожан относительно подорожания продуктов. Подорожание продуктов, особенно перед новогодними праздниками, не новость для потребителей. Но после колебаний валютного курса цены начали расти гораздо быстрее, чем обычно. Причем не везде они отвечают действительности. Похоже, что некоторые розничные продавцы искусственно завышают стоимость продуктов. С августа по стране мясо и птица подорожали на 2,5%, рыба – почти на 1,5%. Изменяется в сторону повышение правительственный прогноз по инфляции. Она ожидалась на уровне около 5%, но сейчас стоит рассчитывать уже на 8%. Мы попытались выяснить, как отразилось на кошельках простых горожан подорожание продуктов. Немного отражается, но у нас народ к всему привыкает. Очень отражается. Отражается ли на вашем кошельке подорожание продуктов в магазине? Да. По весу легче становится. Конечно. А у кого-нибудь у нас всех отражается. Еще как. Мы пенсионеры. Отражается очень. Так что же влияет на рост цен продуктов питания в России? Прежде всего, отмечают экономические эксперты, это предновогодняя лихорадка. Подорожание обычно составляет около 5%, но после праздников рост цен должен замедлиться. Все эксперты утверждают, что простым жителям стоит ожидать повышения стоимости продуктовой корзины. Однако единого мнения, на каком уровне это повышение будет, ни у кого из аналитиков нет. В общем, сложная экономическая обстановка вызывает в горожанах неопределенность в планах на будущее. Хотя про новогодние праздники жители, конечно, не забывают и пытаются к ним подготовиться. Скажите, пожалуйста, у вас есть новогоднее настроение? Нет. А почему? Жизнь такая. А что такого плохого? Ну, сами понимаете, зарплата, кредиты и все такое. Конечно, ощущаем. А елку дома поставили? Нет еще, собираемся. А где отмечать будете? Дома. С кем? С девушкой. Как у вас новогоднее настроение? Хорошо. Хорошо? Да. Елку дома поставили? Ставили. К отмечанию готовы? Готовы. Ну, есть, но с кризисом, конечно, у людей его стало меньше. А у тебя новогоднее настроение есть? Есть. Дед Мороз подарки заказала? Заказала, письмо отправила. И от себя, и от брата. Чего попросила? А это секрет. Началась новогодняя неделя и для юных рязанцев. Сейчас в детских садах, школах и театрах проходят представления. Главные зимние сказочники Дед Мороз и Снегурочка щедро дарят подарки маленьким ребятишкам. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Герои сказки Щелкунчик поздравили воспитанников Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции с наступающими праздниками. Вместе со сказочными героями торжество посетила глава Рязанской администрации Олег Булеков. И не с пустыми руками, а с подарками. Вы сегодня самые замечательные, самые красивые. И я абсолютно уверен, что каждый, кто из вас написал письмо Деду Морозу, он обязательно все исполнит. Да, Дедушка Мороз? Конечно! И вы знаете, вам сегодня очень повезло. Сегодня выпал снег. Это значит, наступила настоящая зима. И скоро у нас с вами будет Новый год. Правда? Да! На Новый год сбываются все самые несбыточные желания. Я думаю, каждый из вас обязательно загадает. И в Новом году обязательно это желание исполнится. Хоровод вокруг нарядной елки, стихи и веселые игры. Все, что создает праздничное настроение деткам. А настоящая зима, которая таки пришла в наш город после дождичка в четверг, подкрепила ощущение настоящего торжества. В преддверии новогодних праздников рязанские стражи правопорядка продолжают патрулировать городские вечерние улицы, посещать нехорошие квартиры и проводить с тамошними жителями профилактические беседы. Далеко не всем нравится отмечать праздники шумно и с размахом. Только вот соседям это объяснить довольно сложно. По обращениям граждан полицейскими проверяются адреса, по которым проживают шумные товарищи, любители выпить покрепче да покричать погромче. При выявлении правонарушений злоумышленники привлекаются к ответственности. Участковые и полномоченные полиции в городах и селах области также в очередной раз проверят квартиры и дома хозяев, которые ранее были замечены в злоупотреблении алкоголем. Полицейские проведут с хозяевами нехороших квартир беседы о недопущении нарушений общественного порядка и напомнят об ответственности за подобные деяния. В отношении данных лиц были неоднократно составлены административные протоколы за употребление алкогольных напитков в общественных местах, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также были они привлечены к уголовной ответственности за совершение краж из дачных участков. Поэтому мы их проверяем с постоянной регулярностью, чтобы в дальнейшем исправить их, чтобы они не совершали преступления и правонарушения. Также сотрудники полиции в рамках операции «Улица» проводят масштабные рейды, направленные на пресечение правонарушений в общественных местах, предотвращение незаконной торговли нелицензионным у суррогатным алкоголем, профилактику преступлений в жилом секторе. Кроме того, на постах ДПС и въездах в регион полицейские активизируют работу по проверке проезжающего транспортного потока. В общем, у силовиков перед праздниками работы хоть отбавляй, зато гражданам так спокойнее. Впрочем, рязанские полицейские продолжают нести службу. Оперативники уголовного розыска выявили и задержали поджигателя автомобиля. Выяснилось, что поджог был заказной. В середине декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из дворов на улице Высоковольтной произошло возгорание автомобиля «Форд Фокус». Проведенная специалистами экспертиза указала на то, что причиной происшедшего является поджог. Оперативники предположили, что к преступлению может быть причастен знакомый владельца сгоревшей машины. Оказывается, у бывших приятелей после раздела совместного бизнеса остались старые обиды. Полицейскими после проверки было установлено, что к горячему делу приложили руки сразу трое злоумышленников – заказчик, посредник и исполнитель. Причиной произошедшего явилось то, что у одного из них с владельцем автомобиля имелся неразрешенный спор по поводу бизнеса. Он, в свою очередь, обратился к своему знакомому с просьбой оказать помощь и найти непосредственного исполнителя, что тот и сделал. В настоящее время все фигуранты допрошены, привлекаются к уголовной ответственности. 29-летний рязанец, затаивший обиду на бывшего коллегу по работе, обратился к своему 28-летнему приятелю, который нашел непосредственного исполнителя. 24-летнего сорви голову. Злоумышленник выяснил, где обидчик заказчика паркует автомобиль. Купил бензин и, облив горючим крышу машины, поджег ее, после чего скрылся. Цена вопроса – всего 9 тысяч рублей. Я ему сказал, за эти деньги надо поджечь машину. Облить, поджечь. Но так, чтобы она не взрывалась и ничего, чтобы никто не пострадал. Ты считаешь, что это в рамках закона? Нет, я не считаю, что это в рамках закона, но я, скажем так, думал, что это меня не коснется. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Радостное событие на неделю состоялось на улице Окский проезд возле торгового городка. В недавно построенный многоквартирный дом въехали более 80 семей полицейских. Надо сказать, что работа по предоставлению жилья сотрудникам органов правопорядка идет весьма активно. Очередь на получение квартиры буквально за последние несколько лет сократилась в десятки раз. На новоселье к рязанским полицейским приехал замминистра МВД Аркадий Гостев. Побывал на вручении ключей от квартир Оксана Тебенихина. Рязанские полицейские и ветераны внутренних дел получили ключи от квартир из рук заместителя министра УВД Российской Федерации Аркадия Гостева. Долгожданные квадратные метры в новой девятиэтажке на Окском проезде стали прекрасным подарком на Новый год для 81 семьи. Хочу сказать о том, что к деятельности сотрудников органов внутренних дел и правоохранительному ведомству в целом и к деятельности каждого сотрудника в отдельности в настоящее время предъявляются повышенные требования. Эти требования обусловлены сегодняшней оперативной обстановкой, самой жизнью. Эти требования предъявляет руководство государства и общества и граждане, в том числе в вашем лице. В связи с этим, для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности, для осуществления профессиональных функций, естественно, руководство Министерства внутренних дел обязано создать необходимые условия. Приятно, что государство Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, а также Управление МВД России по Рязанской области заботится о сотрудниках полиции. И, естественно, хочу выразить огромную благодарность как от себя, так и от своей семьи за предоставление квартиры. Огромные квартиры, хорошие квартиры, уютные квартиры. Вот, еще раз хочу сказать большое спасибо. Это уже пятый ведомственный дом в нашем регионе. На сегодняшний день очередь на жилье, в которой стоят сотрудники органов внутренних дел, сократилась в десятки раз. Еще пять или шесть лет назад очередь в МВД была порядка двух с половиной тысяч человек. Сейчас остается всего там, вот после этого дома, наверное, по-моему, сто семьдесят семей. И, конечно, я в первую очередь хочу выразить благодарность Министерству внутренних дел за ту поддержку, которую мы в течение этого времени получали с финансированием строительства жилья для наших сотрудников МВД. Это очень важно, это и социально важно, и политически важно, потому что сотрудник может выполнять свои обязанности честно, добросовестно, не оглядываясь на то, если он живет в нормальных условиях, имеет хорошую заработную плату. И большое спасибо Министерству и личному министру вам за такую поддержку. По словам Аркадия Гостева, сотрудники полиции должны жить в комфортных условиях, ведь именно они обеспечивают порядок на улицах нашего города. Профессии, как-никак, уважаемые. Также замминистр УВД отметил, что каждое федеральное ведомство должно вводить в эксплуатацию жилье для сотрудников полиции. Руководством министерства, несмотря на сложные условия и обстановку экономическую, и политическую, я бы сказал геополитическую, принимаются соответствующие меры. И в целом, если взять сегодняшний год, 2014 год, на эти цели, на жилищные строительства, на выдачу субсидий, на выдачу жилищных сертификатов, истрачено или потрачено, направлено более 12 миллиардов рублей. Это достаточно большая нагрузка, в том числе на бюджет. И вот то, что данный объект введен в строй, построен в том числе на деньги федерального бюджета, это достаточно хорошее подспорье и в деятельности сотрудников органов внутренних дел, потому что для нас, для вас жилье – это не только жилье, это и здоровость морально-психологического климата, и в коллективе, и в семье, а это, в свою очередь, залог успешности в выполнении тех задач, которые перед нами стоят. Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Вот что будет далее во второй части выпуска. В Рязани на фасаде 34-й школы появилась мемориальная доска в честь погибшего в Афганистане десантника. Рязанскому историко-архитектурному музею 130 лет. Репортаж с юбилейного мероприятия. В пятницу к 34-й школе на улице Стройково к школьникам пришли ветераны боевых подразделений, участники локальных войн и конфликтов. На фасаде учебного заведения открыли памятную табличку с именем выпускника, рядового Владимира Поварузняка, который геройски погиб, выполняя свой долг в Афганистане. Мемориальную доску Владимиру Поварузняку установили на фасаде родной для него 34-й городской школы. Владимир Поварузняк после окончания школы работал слесарем на заводе химического волокна, увлекался радиотехникой и спортом. В мае 1978 года его призвали в армию и в том же году после ташкентской учебки попал в зону военного конфликта в Афганистане. Владимир Поварузняк неоднократно принимал участие в боевых операциях, был разведчиком-дальномерщиком самоходной и артиллерийской батареи. Погиб 27 декабря 1979 года при выполнении боевого задания. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды посмертно. Я хотела немножко рассказать о своем брате. Володя рос очень отзывчивым, добрым мальчиком, был у него много друзей. Он никогда не курил, не пил, много занимался спортом, играл в футбол, хоккей, занимался профессионально вольной борьбой. Очень любил лошадей, ухаживал за ними, хорошо плавал. Он вырос очень высоким, красивым, крепким юношей. Может, поэтому и попал в солдатный десантный полк, в горячую точку. И когда он шел на задание и погиб, он не думал, что совершает подвиг. Он просто защищал свою родину, своих друзей, своих близких, родных. Я бы хотела поблагодарить всех принявших участие в этой миссии добра. За то, что вернули вторую жизнь моему брату. Это действительно для нас праздник, потому что теперь память о наших, как рано ушедших, недолюбивших мальчишках будет жить в наших сердцах вечно. На открытие памятной доски пришла семья героя, а также ветераны боевого братства. Государственная программа «Материнский капитал», нацеленная на повышение рождаемости, продлится до 31 декабря 2016 года. Возможность дальнейшего продолжения сроков действия этой госпрограммы, которая, надо отметить, показала себя весьма неплохо, сейчас обсуждается в правительстве России и Госдуме. Ну а пока же специалисты пенсионного фонда сообщают о увеличении суммы выплат семейного капитала. Сумма материнского капитала в 2015 году составит 453 тысячи рублей. Это на 5,5% больше, чем в году текущем и почти в два раза больше, чем 8 лет назад, когда программу только ввели. Размер материнского капитала подлежит ежегодной индексации, в сумме не меньшего уровня инфляции. И определяется федеральным законом в федеральном бюджете на будущий год и на соответствующий плановый период. На данный момент владельцами государственных сертификатов на материнский капитал в нашем регионе являются почти 36 тысяч семей. Треть из них направила средства на улучшение жилищных условий. Более тысячи семей определили мат-капитал как трамплин для будущего образования детей. И лишь пять заявлений было подано в пенсионный фонд на формирование будущих пенсий мам. Граждане, которые уже распорядились частью материнского капитала, смогут рассчитывать на сумму, на остаток суммы, который будет проиндексирован в пропорциональном соотношении, то есть на 5,5%. С введением материнского капитала количество рождаемых вторых и последующих детишек только в нашем регионе увеличилось почти на 15%. Связаны ли два этих события между собой – большой вопрос. И все же демографическая ситуация в стране улучшилась после практически бездетных 90-х. И это факт. Накануне подвели итоги очередного молодежного городского конкурса социальных проектов и молодежных инициатив. В Рязанской гороадминистрации подвели итоги конкурса социальных проектов и молодежных инициатив. Конкурс проводился с 2009 года. Он был направлен на привлечение интереса молодежи к решению социально значимых задач, касающихся благоустройства, развития молодежных движений и волонтерства, а также пропаганда здорового образа жизни и многого другого. Всего 8 различных номинаций. Я очень рад, что вы стали победителем, потому что я понимаю, что это была некая конкурентная борьба, что вас было не 17, это 17 дошло до финала. У всех есть уже, у некоторых есть опыт работы, у некоторых есть креативные идеи. Вот пока я готовился к вашей встрече, мне рассказали о том, что очень много хороших, классных и замечательных идей. Вот теперь наша с вами задача постараться, чтобы хотя бы частичку этих идей мы внедрили в нашем родном, замечательном городе. Надо сделать так, чтобы вы были постоянно действующими неким рабочим органом. Я предлагаю вам выбрать 2-3 направления, которые интересны вам и интересны вот этому городу, и принять в них непосредственно участие в их реализации. В текущем году было подано рекордное количество заявок. Рязанской молодежью было разработано более 70 проектов. В конкурсе приняли участие общественные организации, объединение детей и молодежи, школьники, студенты, педагоги общеобразовательных учреждений и работающая молодежь. Ну а теперь о культуре. Заканчивается 2014 год, который был обозначен как год культуры в России. Примечательно, что один из старейших музеев страны Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник отмечает юбилей в 130 лет с момента своего основания. Рязанский музей переживал разные времена, но цель у музейных работников всегда оставалась одна – сохранить знания о прошлом Рязанского края и поделиться ими с горожанами. Ведь сейчас в фондах хранятся десятки тысяч предметов и экспонатов, представляющих историческую значимость и культурную ценность. 23 декабря зал камерной музыки Рязанской филармонии распахнул свои двери для публики. Программа вечера, награждения, поздравления и самые теплые пожелания. В этот раз люди пришли не на концерт, а настоящее торжество, посвященное 130-летию Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Ну, во-первых, я хотела сказать, что 1914 год – это большая дата не только для нашего музея, но и для всех музеев страны. В этом году, в 300-летии, мы отмечаем Музейного дела России. В 1814 году была открыта кунсткамера. И в этом же году, юбилейным для всех музеев, мы отвечаем свой юбилей – 130-летие со дня основания нашего музея. Рязанский музей-заповедник является одним из старейших в России, а вместе с тем это надежное хранилище национально-культурного наследия. Его коллекция насчитывает более 250 тысяч экспонатов. Одна из главных ценностей – 17 кладов, найденных во время раскопок на археологическом городище Старая Рязань. Но есть и много других ценностей. Это, естественно, псалтырь, который мы храним в фондах нашего музея, где записана, есть запись, вернее, обоснование нашего города. То есть не каждый город имеет, можно сказать, такое свидетельство о рождении. Есть очень хорошие коллекции икон, золотого шитья. На протяжении 130 лет историко-архитектурный музей верно служил обществу. Это говорит о том, что люди, работающие там, настоящие патриоты и профессионалы своего дела. Они помогают гражданам видеть, ценить и понимать историю своей страны. Это был завершающий видео материал нашего итогового недельного выпуска программы «Время говорить». Желаем вам приятных выходных, успешной подготовки к новогодним праздникам. И до встречи в эфире программы «Время говорить». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА